Один из самых известных и громких фейков, озвученных армянскими пропагандистами во время Второй Карабахской войны, это обвинение, будто бы Азербайджан 8 октября 2020 года обстрелял собор Христа Всеспасителя в Шуше. Во-первых, военные специалисты знают, что Азербайджан во время Второй Карабахской войны использовал высокоточное оружие, и это позволило свести до минимума сопутствующий ущерб. Во-вторых, довольно трудно перепутать атаку с помощью беспилотников с артиллерийским обстрелом. Работа азербайджанских беспилотников выглядит вот так. А вот так выглядят артиллерийские удары. А вот это так называемый удар по церкви. Как видно, нет ни следов взрыва, ни следов горения. И что это было? Разгонный блок? Или просто результат неумелой перестройки и ремонта купола, который, как известно, представляет собой весьма хрупкую конструкцию? Более того, армянская сторона утверждает, будто бы церковь обстреливали дважды. И именно при втором обстреле якобы пострадали трое российских журналистов. Об этом заявили Семен Пегов и Александр Коц. Тут стоит отметить, что несмотря на неоднократные и открытые предупреждения властей Азербайджана о том, что находиться на оккупированных азербайджанских землях вблизи военных объектов небезопасно, в Карабахе находилось много журналистов, а также блогеров, влогеров и прочих юзеров и ютуберов. Их всех весьма оперативно привезли к церкви, по которой будто бы стреляли. Но вот странность. Ни один из них не заснял второй обстрел. Получается, что все журналисты по непонятной причине разом оплошали? Или второй обстрел не засняли просто потому, что снимать было нечего? Или потому, что второй обстрел, как, впрочем, и первый, не более чем фейк? И тем более нет ясности насчет пострадавших журналистов. Вот их имена. Российский блогер Юрий Котинок, Ливон Арзанов, Гранд Баладьян. Юрий Котинок, без сомнения, широко известен в узких кругах. Но вот двое других, ни азербайджанским журналистам, ни российским блогерам найти их статьи в СМИ не удалось. Далее следует еще одна странность. Вне зависимости от того, был ли ракетный удар по церкви или нет, здание, где обрушилась часть купола, априори небезопасно. Его должны были хотя бы обозначить лентой и запретить проход внутрь. Однако карабахские сепаратисты об этом проявили то ли забыли, то ли не вспомнили. Приглашенные журналисты входят в церковь, снимают изнутри рухнувший купол, и в это время следует второй обвал. Обвал, а не обстрел. Но это не мешает Пегову, Коцу и им подобным бодро тиражировать фейки про обстрел церкви. Не говоря уже о том, что армянской стороне вообще не стоит заикаться по поводу культурного наследия, после того, как за годы оккупации на захваченных территориях Азербайджана было разрушено 63 из 67 мечетей, а оставшиеся 4 были превращены в хлев для скота. Уже во время 44-дневной войны последовали обстрелы жилых кварталов Гянджи, второго по величине города Азербайджана. Повреждения получила и русская православная церковь. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok